Российский голландский ракфор с голубой плесенью. Как и с чем есть сыр, знают, пожалуй, многие. А вот варить его умеют единицы. Преподаватели и студенты технического университета теперь в числе посвященных. Наша задача получить сухое зерно, которое будет при слипании, то есть образовывать комочек, но при легком потрясении он будет рассыпаться. То есть именно такое сырное зерно считается наилучшим для получения хорошего твердого сыра. Чтобы сыр получился правильный, нужно использовать правильное сырье. Секрет простой – хорошее коровье молоко. В молоке должна быть высокая жирность и очень важно, чтобы было высокое содержание белка, выше 2,8%. Содержание жира, конечно, влияет, как корова питается, как за ней ухаживают, в каких условиях, в чем ее кормят. Сыр политехнический – уникальный в своем роде продукт. От французских и швейцарских отличается, конечно, в первую очередь ценой, но не качеством. В этом сыре нет никаких красителей, консервантов и всяких ненужных добавок. Поэтому смело употребляйте самарский продукт. Кроме того, что студенты политеха производят качественный продукт, способный конкурировать с классическими сырами, так еще и вопрос импортозамещения можно решить. Само производство не уникально, а вот цена этой установки значительно меньше импортной. На продажу сыр пока не варят, но мечтают об этом. Вряд ли мы в стенах университета создадим какое-то большое производство и будем получать тот же сыр в очень больших количествах. Конечно, нам бы было интересно, если бы нашлись какие-то деловые партнеры, которые были бы готовы с нами работать, приобрести нашу технологию, взять наших студентов. Из 50 литров молока получается в 10 раз меньше сыра, всего 5 килограммов. Так что варить сыр – дело кропотливое и трудоемкое. Зато результат получается впечатляющий. Через 6-8 месяцев после прессовки. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События.